Спонсор показа наш интернет-магазин умабук.ру Все доходы от продажи направляются на содержание сайта умабук.ру Первая тема у нас сегодня, я назвал, деление наследства.проблемы. На самом деле, с этим много проблем в современных реалиях. Я даже попросил одних юристов, у меня на каналах была информация об этой юридической компании, чтобы они как-то… После этого вопроса, в том числе, я со своей стороны по содействию, они как юридически, чтобы постепенно появилась культура оформления завещания и наследства при жизни, чтобы это как-то юридически оформить. Потому что реально там в этих вопросах бардак бардаком. Человек, может быть, и думает, что все нормально, пока он жив. Но когда он умирает, все становится совсем по-другому. Он уже ничего поделать не может. Живой пример – одна история. Я буду в процессе комментировать, но потом блок мы возьмем как раз аятов по этой тематике. Несколько раз у меня в телеграмму отправили этот вопрос. Женщина. Как раз думаю, начать надо уж вчера вечером опять увидел. Повторно отправили. Ну да. Ну вас как раз. Следующая история. 60 лет назад умер мой папа. Мне было 23. У него двое детей, дочь и сын. То есть она дочь и еще сын младший. При жизни папа неоднократно говорил нам распорядиться так, что квартира мне, то есть дочери, а дом сыну. Здесь тоже пояснение. На тот момент отец строил большой дом. Это обычная история, конечно, больших домов. Не знаю, кто из вас еще не отказался от этой идеи, рекомендую отказаться. У меня уже огромная картотека жизненных историй, ситуация, когда люди строят, 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 строят. Экономически невыгодно, финансово невыгодно, со всех точек зрения невыгодно. Дети потом вырастают уже в других городах и странах живут, никому эти большие дома не нужны, продать его потом не можешь, потому что он большой, уже постаревший. А когда еще и наследство, то его еще и продать сложно наследникам, и поделить сложно. Ну, неважно, человек строил большой дом, в обустройство которого уходили почти все его финансы. Итак, вскоре мы из квартиры переехали в этот дом, начали жить. Но через два года папа скоропостижно покинул этот мир. То есть, по сути дела, квартира. Ну, здесь из повествования понятно. Она большая. Тоже неликвидная. Я вам говорил эту историю, когда одна женщина была на семинаре. И как раз, то есть она купила, я говорю, что раньше ваши вот эти советы нигде не читала, не слушала, не посетила. Я же купила квартиру 250 квадратных метров, когда были деньги. А сейчас продать ее я не могу. То есть это сложно продающаяся вещь, тем более она не в Москве живет. То есть это реально дорогие вещи, которые не сдашь по нормальной цене. Ну, вот элементарной математики подавляющего большинства людей нет. Ладно. Тек умер. Всего два года пожив в этом доме. «При оформлении наследства в тот момент я юридически отказался от своей доли в пользу мамы. Мне было не до наследства, так как я была в глубокой депрессии из-за потери отца, еще будучи практикующей мусульманкой. Мама сказала, что эти доли наследства – лишь формальность по закону, что наследство будем делить по шариату, исходя из того, что сыну полагается в два раза больше, чем дочери». Это как раз я сегодня утром, я видел эту историю, но видел, что по наследству, но не отвлекался от других дел. А сегодня утром уже ранним читаю, вот начинаю, вот тоже интересно. То есть женщина, понятно, мама. Как я не раз говорил, мама – это святое. Но мама – это тот же самый человек и та же самая женщина, нужно понимать. Папа – это святое, но это тот же самый человек и тот же самый мужчина со своими. То есть мужская психология, женская психология. Поэтому всегда говорится, в том числе самый длинный аят в Коране. . В нем сказано. И потом дальше, дальше, дальше. Это предпоследняя, если арабский оригинал берете, Корана. Это предпоследняя страница суры аль-бакара, вторая сура Корана. То есть там как раз о том, что если у вас долговые отношения на какой-то период, то обязательно их оформляйте письменно. Там идет в повелительной форме. Психология денег – очень такая непростая вещь. У кого-то они оказались и все. Я периодически мозг вспоминаю, но я хочу, конечно, об этом забыть. Один человек, у него мои деньги оказались буквально там на 2-3 недели. Все на самом деле порядочное. Не какой-то там лицемер, не мошенник. Нет, порядочный, умный, семьянин, хороший, вежливый, грамотный, профессиональный и так далее. Но надо же было успеть за эти несколько недель потратить мои деньги. И вот уже год мне может вернуть, и уже даже раз в месяц я ему напоминаю, он уже даже не смотрит мои напоминалки. Все, это давно уже его деньги. Шамиль, чего ты пристал еще? Они ко мне пришли, я их потратил, и все. Неожиданно мои. Ну, для кого-то может 35 тысяч долларов много, для кого-то мало. Для меня неважно. То есть цифры, да хоть это 100 рублей, но неправильно, нехорошо. Но в очередной раз, это уже с 94-го впервые я тогда с этим столкнулся, дав человеку деньги. И вот так постоянно подтверждается, у тебя на какое-то время вот ты оставил у кого-то. В подавляющем большинстве случаев ты уже забрать не сможешь. Это даже потом уже я от одного слышал правило, то что… ну, некое такое. Вот на ночь человеку, я вам даже рассказывал историю, человек сказал, вот пусть у тебя ночь полежит. 100 тысяч долларов. Мне он сам потом рассказывает, кто эти деньги дал. Племяннику. Он говорит, я сейчас занят, завтра мне утром привезешь. Он привез его деньги. Ну, просто взял, не всегда успеешь взять что-то, пачку. Ну, чего там, пачка, блок. На следующее утро этих денег уже не было. Племянник решил за ночь разбогатеть, поиграв в казино. Все. Их нету. И мне рассказывает вот этот мужик, который… Он говорит, я странный, ну, мог бы забрать их. Был занят, да, ну, не стал отвлекаться. А я у него сейчас ничем забрать-то не могу. У него старый дом в деревне, у родителей, все, больше ничего у парня нет. Парень просто как бы возит, привозит машину, ничего у него нет. И когда, если мы скажем о том, что вот кто-то там плохой. Нет. Нет. Это психология денег. В данном случае вопрос мамы. Ну, как мама может пожелать плохого своей дочери? Раз. Странно. В другой момент мама сама сказала по шариату, сыну… То есть покойник, да, умер человек. У него жена, ее мама, дочь, вот она, которая написала, и сын. Три наследника. В этом случае мама сколько забирает? Знаете? Это в Коране прописано. Одну шестую. Это прямо в Кораническом тексте прописано. Одну шестую забирает мама. То есть все, что человек оставил, сначала делается что? Чего? Чего? Разделяется. Разделяется. Ему только дай разделять. Сразу разделяет. Нет, брат. Сначала тоже этот аят вам буду цитировать. Уасыя и дейн. Прямо тоже в Коране прописаны. Если человек оставил завещание, наследствие и завещание – разные вещи. Да, почему? Я эту книгу поставил. Здесь все эти темы тут есть. О смерти и вечности. И прежде, чем делится наследство, смотрится, есть ли завещание. Далее смотрится, есть ли долги. Вот эти две вещи в Коране прямым текстом прописаны в контексте деления наследства. Только потом делится наследство. Хорошо. Вот разобрались с завещанием. Хорошо. Разобрались с долгами. Хорошо. Вот человек умер. Ладно. У него жена, дочь и сын. Жена забирает одну шестую. Судус. Судус. Одну шестую всего наследства. Все. Все. Больше ничего. Чтобы не было, опять же. То есть люди очень часто теряются. Рай под ногами матерей, там еще что-то, еще что-то. Послушай. Мама уважать, ценить, все само собой разумеется. Никогда не грубить. Да хоть она алкоголичка и наркоманка, она остается мамой. Хоть она безбожница, она остается мамой. Но в то же время здесь в вопросе наследства у нее Судус. Одна шестая. Все. Вот она забирает одну шестую и все. Как мама у нее вот этот момент. То есть не получится. Все. Мама все забирает, потому что у нее рай под ногами. Это разные вещи вообще. Это говорит о том, что ты должен уважительно относиться к своим родителям, матери, отцу. Независимо от того, какие они. Быть вежливым. А наследство делится так, как прописано прямо четко. Судус. В Коране упоминается. . Шестая часть. Есть еще один момент в аяте тоже. Но основная цифра – шестая часть. От всего наследства. В данном случае человек что оставил? Дом и квартиру. Получился большой дом, большая квартира. А распилить все непросто. Здесь в любом случае первый шаг будет что? Оценить. Оценить. Если кто захочет выкупить, например, эту квартиру или этот дом, там уже должны между собой договариваться. Это вроде как, ну, Шамиль, это там мирское, там неважно. И она тоже так думала, да? Ну, это неважно. Я вот там… Отец все-таки умер и так далее. Ну, мирское – это мирское. Но из-за этого мирского человек потом мучается в могиле. Потому что его наследство не распределилось. Его родственники переругались. И, как я вам уже говорил, однажды со мной советовались люди, которые одного из наследников посадили, чтобы он не претендовал на наследство. То есть они настолько перессорились между собой ради какого-то дома, что там, я уж не говорю про крики, ругань, драки и так далее. Они просто взяли одного из них и посадили. Чтобы он не мешал делить наследство. И оно не таким большим-то было, по сути дела. Вроде как мирское. Мирское – это оно мирское. Но на этом каком-то небольшом мирском люди друг с другом перессорились. И в любом случае же в судный день это им хорошим ничем не вернется же. Это же там за все эти ссоры, споры, разбирательства, посадить в тюрьму. Придется там отвечать. Поэтому в исламе, по сути, все доли наследства, они распределены. И в данном случае мама тоже сказала ей о том, что мы все… Да, ты откажись юридически от своей доли. Юридически тоже эти доли есть. Потому что они родственники. Она дочь своего отца, а здесь жена своего мужа. Все. Ну, интересный ход. То есть хотя бы юридически за собой оставила бы эта женщина. Почему-то ей мама родная сказала, откажись юридически, все равно мы потом по шариату все это разделим. Хорошо. Здесь пишется, что все 16 лет прошли и в том числе… То есть она вернулась, то есть у нее была долгая депрессия, она говорит, сложности и так далее. И своя семья, и дети. Когда отец умер, ей было 23. Сейчас ей уже 39. 16 лет прошло. Мама ей сказала, все сделаем по шариату. Но когда она к этому вопросу вернулась, к сожалению, с опозданием. Через 8 лет она говорит, ну, мама, давай по шариату разделим. А мама не согласилась. Сказала, не беспокойся, моя хорошая. Все будет нормально. Потом, завтра, послезавтра. И она говорит, в итоге уже 16 лет всего прошли, всего, со смерти отца. И я так свою часть наследства не получила. Далее, опять же, люди не умеют считать, как я вначале сказал про дома. Никто из нас в этой квартире не проживает, она говорит. Большая квартира. Ни мама, ни я, ни брат. У всех есть свое жилье. С точки зрения экономического подхода эта квартира нерентабельна. Нерентабельна. Ее держать нецелесообразно. Она большая. У нее большие эксплуатационные расходы. И я последние 8 лет уже маме постоянно об этом говорю. Но мама отказывается продавать. Отказывается поменять на две небольшие квартиры, которые можно было бы сдавать в аренду. Отказывается. Она даже и слышать не хотела об этом, о продаже. Она говорит, что ей жалко ее продавать. Там прошли годы семейной жизни. И нужно понимать. Вот тоже интересный момент. На сегодняшний день вы чуть-чуть… Просто обычно никто не афиширует это. Но вопрос деменции… У одного моего знакомого тоже недавно. Ладно, у мамы у него ослабление работы мозга пошло. А тут резко. То есть просто-напросто его отец 80 лет на огороде работал. Солнце и так далее. Видно, какой-то сосуд лопнул, где-то что-то зажал. У него вообще полностью крышу снесло. То есть думали, что это чего. Нет. Человек вменяемый. Вообще ничего не помнит. Вообще ничего не понимает. Все. То есть человек просто десять дней ничего не ел. Я уже съездил в деревню, посмотрел на кладбище место для него. Потом – хоп! Организм начал восстанавливаться. Начал есть. Все нормально. Но полностью неконтролируемые действия. Абсолютно. То есть в подробности не буду уходить. Поэтому… А на этом этапе ты сможешь договориться и сможешь как-то сказать, что нужно эту квартиру продать? Нет. Человек вообще… У него уже голова не работает. У него уже просто, не знаю, Паркинсон, та или или иная форма деменции, слабоумие. Все. Юридически там еще тебе и не оформят это все, если человек невменяемый. И по наследству опять же интересно. Человек умер. Живой пример. Из последних недель. Последние недели многое я писал про смерть материалов наума.ру. В том числе там сейчас «Души мертвых встретятся» называется материал. Очень интересно. Там мощных три хадиса вообще. Над ними, конечно, поработать пришлось. Они достоверные. Очень красивая тема. То есть это так получилось. Много тем именно по смерти. Но в то же время и в реальности сталкивалась ситуация. Человек умер. Но у него остался… Ну, это тоже полностью обезличенная ситуация. Сейчас в России уже сколько-то десятков миллионов населения открыли брокерские счета. Так что большинство из них 80% пустые, либо несколько тысяч рублей. Но это другая история. У этого человека тоже был брокерский счет. И один из родственников… А брокерский счет он же в телефоне. Человек умер. Человек умер. Теперь надо как-то, пока там что-нибудь, как сказал, не разделили, надо как-то это все оприходовать быстрее. То есть я не юрист, я не знаю. Но наверняка, даже если ты там все введешь, заполнишь и продашь. Если потом какой-то родственник узнает, то он скажет, вот смотрите, эти ценные бумаги продали такого-то числа, а он умер такого-то числа. И я не знаю, какая там степень наказания административное, уголовное и так далее, но реально это преступление. И юридически, полагаю, потому что человек уже умер. Ну, возврат от человека, а если уже потратили. У нас тратить умеют быстро в наше время. То есть и неожиданно все это происходит. И человек-то вообще молодой был. Поэтому, я не знаю, конечно, как вы собираетесь все это делать. Поэтому наверняка большинство людей, основная масса, 90% в плюс-минус, не хотят становиться богатыми. Богатство – это постоянная проблема. Зарабатываешь – проблемы. Налоги платить – проблемы свои. Тратить – свои проблемы. Сберегать – свои проблемы. Реинвестировать – тут кинут, там кинут, тут подведут – свои проблемы. Ты умираешь, и эти проблемы с деньгами все равно не заканчиваются. Все равно там кому сколько, кто что заберет и так далее и тому подобное. Поэтому, конечно, большинство… Хотя Кураном это не приветствуется. Потому что в Куране четко и много прописано о том, как делится наследство. То есть, чтобы проблем не было. На самом деле, при правильном распоряжении с финансами, конечно же, ни на одном из этапов проблем не будет. Но обычно мало кого это получается. Здесь, что у нас дальше. Юридически оформлено все на маму. Она не может ничего с этой квартиры делать. И интересно, что все 16 лет – это наследница, по словам отца, которой принадлежит квартира. Она все расходы по этой квартире оплачивает. То есть, юридически принадлежит матери, которая не разрешает продать. Отец, по сути, завещал и сказал, что это твое. Да. И она здесь пишет. По сути дела, дом в два раза дороже, чем квартира. Поэтому сыну покойного ушел в дом, он как раз в два раза дороже. По Курану мальчики получают в два раза больше, чем девочки. Сыну ушел в дом, он в два раза дороже. Плюс-минус. Квартира дочери та. Одна шестая, если канонически, то мать детей, она же жена покойного. Ладно. Но мать детей, она же жена покойного, эту квартиру оформила на себя. Продать не хочет. Но все расходы по ремонту и оплату квартплаты несет уже 16 лет дочь, которой сейчас уже 69. И она говорит, я до сих пор все эти 16 лет не могу распоряжаться своим наследством. Мама говорит по-матерински добро, что да, это твое, но не отдает. Здесь она в конце пишет. «Было бы здорово, если бы вы высказали свою точку зрения в отношении того, что мой близкий человек, мама, вот так обременяет мне жизнь долгие годы, не передавая мне мое наследство столь долгое время. Ущемляй меня». Может, она прозреет от ваших слов. Поэтому мы с вами много моментов озвучили. Здесь давайте я несколько вещей вам из Курана процитирую. Как я сказал, в Коране много аятов, которые описывают доли наследников. В этом случае вот так, в этом случае вот так. А если будет столько дочерей, столько сыновей, если братьев есть, если братьев нет, если дети есть, если детей нет. Аят – это прямо в кораническом тексте. В долях. Судус, тумун, аннысв, тулюсейн. Это все в долях. То есть читать очень просто. Но эти аяты, на самом деле… Я даже сейчас вас, наверное, загружать не буду. Здесь… Но когда читаешь… Я-то, когда переводил, учитывал все коронические нюансы, в квадратных скобках пояснял. Потому что если подстрочно… Попробуйте прочитать подстрочно 4 сура 11 аят, вы там мало чего поймете. Но там много нюансов, которые… А если вот так? А если вот так? Вот эти все моменты нужно учитывать. Есть целая отдельная… В мусульманском богословии отдельная тема, целый большой блок. Это наследство. То есть как, что делится. Четвертая сура 11 аят. Будет возможность потом на ummma.ru. Посмотрите в меню перевод Курана. Четвертую суру найдете. Одиннадцатый аят найдете. И оттуда дальше продвинетесь. Внимательно почитайте. Но там, честно, без бумаги, без ручки читать не сможете. Там идет чистая математика. Тут шестая часть. Тут третья часть. Этому, если так. А если этого не будет так. А если этот будет так. Там прямо математика. Но начинается аят, известный. . То есть Всевышний Творец. Он . То есть он дает наставление. Это обязывает в итоге. В том, что касательно ваших детей . Мальчик получает долю двух девочек, если подстрочно перевести. То есть более по-русски. Наследники – дети. Мальчики получают в два раза больше, чем девочки. местоветной. Непретыреев. Леция. Используйтесь. Крыма питактор .